Ничего не говорите. Всем привет, это KK. В этом сезоне очень мало споконов, и они не то чтобы такие споконные, будем уж честны. Да, продолжается балл, но мнение моё об этом тайтле не поменялось вот этого ревью. Я до сих пор считаю, что это очень хороший тайтл про танцы. Про спортивные танцы. Ну а то, что у нас есть, давайте поговорим об этом. Я всё ещё в поисках хорошего спокона с девушками. У нас уже было айма о девушках и мотоциклах, но оно всё же делало упор на повседневности, чем на мотоспорте. В этом тайтле всё же есть упор на мотогонки, и поэтому в каком-то смысле он выигрывает на фоне многих других споконов с девушками. В отличие от других споконов, вот здесь меньше этого. Мы сможем вместе всё, если постараемся. Здесь даже наоборот, соперничество внутри группы намного больше, чем между этими группами. С одной стороны, логично, что водители лучше понимают водителей, пассажиров-пассажиров, но всё же это как-то непривычно. И в этих конфликтах внутри команды раскрываются у нас персонажи. Но всё же здесь мне хотелось больше самих гонок, а не всей этой подготовки и практики. Раскрывать всех персонажей это замечательно, но у нас шесть команд, по два человека в каждой, плюс куча сайт-персов. Мне кажется, немного мало времени для раскрытия всех. И вроде бы в первой серии нам дают понять, что центральная пара у нас Юри и Мегуми. В остальных сериях раскрываются в основном другие персонажи, а эта парочка уходит на второй, если не на третий, не на дальний самый план. Графон, в принципе, неплох. Милая стилизация, с этим здесь всё нормально. Несмотря на то, что здесь реально есть упор на мотогонки, то есть на спорт, это аниме всё же воспринимается больше как повседневность, так как соревнований недостаточно. А если учитывать тот факт, что это аниме, это проект на десятилетие студии, то это очень слабо. Прежде чем что-то говорить, нужно отметить, что у этого тайтла в жанрах не стоит спокон, но здесь есть соревнования, соревновательный дух, а это очень важно для этого жанра. Итак, что мы имеем? Школьный, вернее университетский, простите, клуб робототехники, который не очень хорошо показывает себя на соревновании робомастерс. Главный герой Тантан, посвятивший себя улучшению своего дрона Кака, ничего не говорите, и он не очень заинтересован в соревнованиях. Но однажды, тестируя своего дрона, он встречается с девушкой Сё, которая заманивает его вступить в клуб. Он, недолго ломаясь, вступает, и вместе они встают на путь к успеху. Типичный сюжет для спокона, и здесь он предподнесён хорошо. Но, к сожалению, у этого тайтла мало серий, и он очень резко закончился. Я думаю, многие, как и я, немного не готовят по этому поводу, потому что, в принципе, он достаточно интересный. Нужно сказать, что робомастерс — это реальная вещь, и если вы посмотрите на записи соревнований, это очень скучно. Конечно, я думаю, участвовать в этом круто и интересно, но смотреть не очень. Это как киберспорт. В аниме же всё показано более динамично, за что, в принципе, я люблю споконы и аниме в целом. Это намного интереснее, чем реальный спорт. Робомастерс — такой обычный спокон со всеми атрибутами спокона. Единственное, что меня немного напрягало для японского аниме — это имена. В принципе, я знаю, что этот тайтл снят по китайскому произведению, но всё же иногда до этого, в такой японской адаптации, имена всё же меняли. И это единственный момент, который меня напрягал, но в целом это достаточно хороший тайтл. Несмотря на то, что споконов в этом сезоне было мало, я не привыкла к такому раскладу. Такие мои мысли насчёт споконов этого сезона. И, как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моём следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok